итак попытка номер два ну зачем ты заспойлерил все самое интересное саня как думаешь что это нет это демоверсия fallout на тебя я я слаб и я не в теме короче в квестах ты уже более или менее подноторел но вот в рпг слабова слабоват мой опыт рпг ограничивается файл фэнтези частями 7 по 13 не считая онлайновых и ну и собственно драгстоун но понятно то есть кроме одного клона diablo и джей рпг ты ни в одной рпг больше не играл fallout 3 я даже fallout 3 вышел из убежища но то есть ты имеешь некоторое представление об игропроцессии первой части даже без учета того что я тебе уже все рассказал в прошлый раз когда мы пытались записать этот лосплейник да тут же все понятно но очевидно берешь пуху побольше и идешь разбираться конечно это ж не какая-то сложная игра где надо думать да не это реальный экшен я сегодня буду жирно тут кровь кишки распидорасила кстати твое умение журно тролли тебе еще пригодится сегодня мы записываем очередной великолепную кунтигу да ну мы сейчас уже записываем ну и знаете ли лучших рпг в истории если чё ну это не мой жанр а ну поэтому да это все меняет здесь надо его вспомнил еще одну игру погибал это было жаркое лето 1904 что-то такое чешская дрянь это или польская не польская или чешская и я там даже пришел первую локацию но в смысле пустыню и попал куда-то еще ага вот и она кстати очень сильно сперта с фоллаута да из плэн скейп торминт этот и одному приятелю давным-давно подарил какую-то вот то ли жарко лет 53 то ли не писать друг 50 лет его это советский фильм очень хорош то ли другая война как-то так называлась это там две игры было просто вот от этих разработчиков вот какую-то из них я ему подарил это был отличный подарок да я подарил забыл выясним больше не друзья нет после этого случая не не после этого как-то так вышло что разошлись жизненные пути так вот пока мы тут занимаемся разглагольствами мы уже в принципе успели выяснить какие фракции в данном демонстрационном городке являются правящими какие андердогами и что мы можем сделать данном случае сохранится мы точно не можем потому что ну дома версия чё короче для тех кто играл фоллаут и уже играл в дома версии я не знаю зачем вы это смотрите для и для других потерянных людей да да для тех кто не играл в демо версии вот вам пожалуйста демо версия она выглядит как кусок джонктауна один экран только в котором населили данный кусок заселили совершенно левыми персонажами двумя бандами одна из них которая в данном здании находится другая в здании доктора который любил там чё-то по моему расчлененочку вот так же тут есть аналог догмит а то бишь неудачливой собачки которая вместе с нами будет ходить до конца игры в полной версии но тут скажем так нам не удастся ее набрать к себе в партию проблемам собаками будем решать немного по-другому а именно да причем убьем не просто так мы убьем их весьма таким она лает сатирилов да у нас твой разговаривает да о господи она говорит завица это а порт дорогие любители животных досмотрите это видео это было великолепное видео блин дисклеймер на было повесить на слушай в какой игре я чё-то должен был в конце еще добавить не помню в киранде это полно сказал тебе нужно добавить что там про динозавров лишь а что ни одни не пострадал да гляньте но тут она тоже добавить ни одна собака на самом деле не пострадала да хер знает кстати ах ты скотина устраиваешь мне работа туда а ты между прочим первый там матом вырубился да серьезно что да от блин блин между прочим это редуцированная блять в данном контексте скотина а вот время так и сказал так мы сейчас будем разговаривать с главарем второй банды под названием fools то бишь шуты но можно и дураки это и такая игра слов понимаете ха-ха авторы игры американский юмор да очень любят игру слов американцы же сделали и и я америка он че а почему здесь нет везде флагов сша потому что это сделали нормальные американцы собственно вступительный ролик первого фоллаута начинается с того что гражданину канады два члена будущего братства стали вышибают мозги на тротуаре образцы стали от американцы да но там это еще не было братством стали там просто два чувака в power armory то есть какие-то представители властных структур мне сам не нравится что вот туда две фракции там ты с ними что-то разговариваешь договариваешься а потом если глобально подойти к вопросу то совсем по-другому с ними разбираться но в данном случае все это обосновывается тем что мой персонаж тупой кроме как силы и особо ничего решить не может если будешь прокачивать в основной игре дипломатия то многих конфликтов можно избежать просто заговорить зубы бежать скрыться спрятаться слямзить и добыть свою цель каким-то другим за резонный вопрос экспы больше за что дают так за выполнение задания те в принципе фиксированные экспу дают дают экспу за убийство врагов дают экспу за то когда находишь некоторые вещи чинишь вещи узнаешь информацию если договариваешься с кем-то за это дают экспу конечно то есть всегда не подталкивает игрока убивать да причем бывает что именно за ненасильственные методы могут дать больше экспы ну зависит от задания конечно просто видишь есть задание достаточно сложные с морально-этической точки зрения то есть например убить собаку ты ни на секунду не занялся в своих действиях это демонстрационная версия в полной игре есть например момент с пресловутым водяным чипом не все стороны удастся удовлетворить скажем так если ты вернешь водяной чип в свои в свое убежище то есть там надо как-то решать кому поплохе этот это даже компьютерные болванчики их не жалко да конечно но в принципе ты когда на других людей тоже смотришь это же не ты не жалко это очень динамичный экшен а то насколько я понимаю причем у меня такое ощущение что они специально взяли все смерти максимально кровавые из полной версии то есть некровавых смертей там вообще нет их исключительно на части распидорашивает извиняюсь за выражение так полной версии там можно да ну это выглядит как чувак плашмя опрокидывается на спину или на или вперед на живот и у него лужица кроя вытекает достаточно цинично так выглядит очень очень интересный такой сухой стук с которым он падает характерный к озвучке здесь тоже подошли с подскорпулезно оригинальный да кстати вот у того же милана отечественной компашки у них тоже они делали интересные звуки в плане там интерфейс и прочего и любили преемственных звуков то есть с каждой следующей части игры даже допустим в другой вселенной они могли там допустим какой там дзинь или что-нибудь из предыдущей части взять здесь fallout и по-моему даже в третьей части некоторые звуки из первых двух частей наблюдаются да когда тупо лень было переписывать не скорее всего именно за стилистики когда этот в режим ват входишь то есть походовый режим в третьем fallout и подожди стоим есть до нажимаешь кнопочку и и там включается походовый режим она это для меня новость да потому что эти через говорю я дальше чем выйти из убежища не дошел а так как когда на английском то есть ты послушал ли а манисона который дискал господи я надеюсь что не позвонить прямо сейчас они скажут что не знаю кто ты такой я просто ставлю клип не сына блин я не вставлю даже цензура да не то что ты зазу на youtube злой да помнишь я тебе говорил про эти ролики то с переводами которые выполнил я уже даже видел скриншот твой но что заблокировано во всех странах то есть мы сделали фильм тролль 2 один из самых хреновых фильмов в истории но мы же метро голдвин маяр мы можем заблокировать любое упоминание о данном фильме даже обзоры на него то есть я так понимаю что это сделано для того чтобы никто не доблялся до этого шлака я не знаю кто как каким еще образом можно истолковать это как посягательство на авторские права то есть ну какой вот человек настолько будет заинтригован названием фильма тролль 2 который вышел 90 каком-то году и сделан известными итальянскими режиссерами джент не дарио арджента знаешь уровня джо диамата и да весьма таких ну не в не в сторону нации спорт и стороны дерьмового ужастика с тупыми концовками а у нас тут продолжается битва за справедливость да то есть мы порешили там тут кстати достаточно интенсивный момент был с жонглированием а те этими стимуляторами потому что вот где-то где-то у меня тут холсов будет очень мало и стимулятор как раз закончится кстати я говорил да по моему в попытке прошлой записи что тут стимуляторы ну иконка сама как большие стимуляторы в игре который достаточно много единиц здоровья восстанавливает но в демо версии разумеется этого нет тут баланс чуть по-другому они буквально полтора десятка единиц по-моему восстанавливают то есть как бы не разгуляешься тарам-парам-пам и с учетом отсутствия сохранений можно и сдохнуть чем я и занимался первые пару раз в демо версии те так сказать не это все ресурс ходьбы исчерпан у тебя был кстати вспомнил еще даже на фаргус овском диске с фоллаутом у меня была замечательная заставка фоллаута там таком вот этом фирменном зеленом стиле али осталось там летели атомные бомбы по диагонали вниз замена это типа предыстория да 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 можно еще включить себе эту тему из первой части игры нет с первой части игры которая the inc spots песня и такая протяжная зоны на и там да и пропереться от атмосфер кстати музыки я не слышу в домоверции а в игре есть общем зло да вы же есть песенки в игре есть замечательная м бит на ему зло и композитора даже привлекли для написания музла как раз для 2 который те так не понравился альфа-версия но уже в альфа-версии там узло был с музлом был порядок то есть такие хитрые звучки какие-то радио помехи такую очень депрессивные местами какие-то переборы очень так такое есть от педжо называю вещь правильно они переборы там не гитарные именно переборы даже не знал как-то правильно опять же звучит как какую-то проблему с пищеварением вас арпеджио сэр принимайте стаката деважные сутки диклофинак принимайте ха какие слова я знаю о-хо-хо ничего себе еще один из стимулятора приняли так что кстати до боли еще напить вот это был как раз тот самый момент когда у меня здоровье было едва-едва на пол сопельки но даже 16 хпс вижу я не знаю зачем я собираю весь этот хабар в общем-то жонглирование барахлом в полной версии становится чуть ли не главным таким увлекательным занятием потому что ну сам понимаешь ограничение по весу я до зависимости от выносливости персонажа несколько можно увеличить эти показатели как я уже опять же тебе говорил там за счет таблеточек и за счет силовой брони но не сильно много вот но можно перса этим своим напарником распихивать в инвентарь то есть просто сколько здесь партия совершенно партии как таковых фиксированных размеров нет тут несколько персонажей которые могут те присоединиться там по моему изначально этот кривой косой ян в первой деревеньке собачка и м и по моему и еще одна чувиха припанкованная еще один чувак но еще где то там можно до трех человек принципе собрать в единый момент времени я не все будут с тобой бегать да но с ними бегать натуральный детский сад потому что например тот же ян он стреляет просто самый косорылый персонаж в истории то есть ради твои потом ну там это даже не страшно потому что лучше с ним уже так сказать набрать его в партию когда у тебя уже есть патроны это он да все патроны высадится куда-нибудь и потом возьмет нож и в общем это для него печально закончится когда подойдет к врагу вопрос можно есть когда ты взял уже в партию потом убить циничных можно можно и зайдя в деревеньку всех детей там по убивать нет я имею ввиду что то есть ты уже принял и все равно можно взять и расстрелять его как собаку это бога родится расстрелял только что может быть у тебя карма конечно понизится из-за этого но это не x пузо это дадут как за узел убийство врага да да 10 10 игра года если бы это был еще шутан я бы в это поиграл местный бичара который тут типа авторитет среди мирного населения недоволен скал ах ты одной фракции помог да значит и вот такой да а чё значит не смог их замочить что ли всех на ты сопля я скажу не волнуйся я разрулю эту проблему всех перебью до вместо того чтобы ему в рыло сунуть пушку и спустить курок потому что ну сволочь охренел что ли мы только что пол то его города повали положили хитом и мы сейчас практически как брюс уиллис в last man standing короче просто пипец устроили но парень недоволен типа ну ты сволочь ты бы мог бы убить и все у тебя на слабо взял так я купился как последний дурачок ну и шками персонаж сильный у него мозгов то особо ну и я им управляют там уже то есть нужно понимать а да насчет жонглирования инвентарем то таки забыл что можно распихивать напарником у которых выносливости как таковой нет показатель и для того чтобы добыть предметы обратно не бартером нет нужно их воровать просто они не будут возникать даже если у тебя совершенно никакое умение воровать потому что они твои напарники но это единственный способ да вот что-то вернуть у них за бесплатно зачем так сделали на самом деле недоработка во второй части там чуть более проработан этот момент кстати там можно например и броню одеть персонажем а тут они не будут одевать брони можно можно только дать совет использовать наилучшее оружие там или стоять поближе стоять подальше во время боя я ну наверное сразу лучше сказать столько ты друг подачь женщин детей всех до сход мы решаем проблемы эта игра учит человеколюбию а еще дома версия игры учит что железная броня почему-то слабее чем кожаная хотя это вовсе не да может быть это кожа из радиоактивных коров в полной версии эффект прямо обратно железная намного лучше чем новому это крафтить можно здесь что-нибудь просто тупо собирать ну есть некоторые мини-квестики ты можешь принести людям которые ответственны за крафт некоторые детальки и они тебе сделают необходимую вещь тут же power armor например можно дополнительно усилить можно некоторые детали там для починки устройств чтобы тебе выковал кузнец это в первой части во второй части там по-моему еще какие-то штуки можно выделать есть русский перевод этой игры до фаргус от фаргуса да и он практически даже сносный ну достаточно масштабный ну накосячили конечно везде где можно и фаргус и да мы закончим на этом победа виктория до пиво ля хризистанс да фаллаут новая отрыжка рпг новое племя новое отрочье да это будет это отродье да не не брит это потомок поколение то что вырастили короче такие дела да вот это вот как раз power armor братство стали это самая визитная каточка такая да во второй части он был более продвинутый но это уже совсем другая история до свидания но как раз то LIE